Психологической службе региональной уголовно-исполнительной системы исполнилось 20 лет. Первая психологическая лаборатория открылась в колонии строгого режима в Косинова. Сегодня они есть в каждом исправительном учреждении. За эмоциональным состоянием заключенных и сотрудников следят 26 специалистов. Особенности тюремной психологии в нашем сюжете. Марина Росинская 16 лет занимается исправительной психологией. Ее подопечные – воры, взяточники, наркоторговцы, насильники. Важно разглядеть в них склонность к агрессии, конфликтам, суициду, понять, кому нужен особый контроль. Первые дни за решеткой, говорит психолог, для любого человека самые сложные. Это, конечно, очень дико, очень тяжело. Хлопание двери. Я первый раз, когда пришла сюда служить, и за мной захлопнула с тюремной дверью, мне было реально очень страшно. Хотя я знала, что я в любой момент выйду. У меня есть ключ, у меня есть сопровождающий, он меня выведет. А у них-то этого нет. И многие это расценивают как всё. Марина Владимировна готова помочь каждому, но не у всех есть желание принять эту помощь. Легче идут на контакт женщины. Ирина и Галина за решетку попали за распространение наркотиков. Обе плохо понимали, чем может закончиться преступный бизнес. Обе больше года в СИЗО. Тревога и страх не отпускают. У меня тревога только за то, чтобы мой ребёнок теперь не связался с такими вещами. С наркотиками? Да, именно с распространением. Потому что даже находясь под следствием, я видела детей, которые этим занимаются. Для меня самое тяжёлое то, что оторвано от дома и нет постоянной связи с родными. Здесь напряжённая обстановка именно внутренняя. И при общении с психологом становится спокойнее, понимая, что всё на самом деле не до такой степени страшно. Из всех ситуаций можно найти выход. Готовят заключённых и к освобождению. Многих терзают мысли о том, как примут родные, дождутся ли муж или жена, что скажут повзрослевшие дети, как устроиться на работу, помогают в специальные тренинги. А сотрудникам УФСИН общение с психологом помогает снять напряжение после смены, уберечь от негатива семью, предотвратить профессиональную деформацию. Смотря на всё вот это, на те преступления, которые совершаются, и которые, как бы мы знаем, да, что они доказаны, очень тяжело остаться объективным, да, и не высказать своё отношение к тому или иному человеку. Держать себя многим очень тяжело в рамках закона. В СИЗО номер один около 600 заключённых, 250 сотрудников и всего три психолога. Периодически им самим приходится снимать стресс. Яутогенная тренировка, иногда и даже релаксация и всё остальное. Иногда и покричать полезно. Можно закрыть дверь и покричать. Елена Сопия, Юрий Мачалин, Вести, Курск.